Во все школы страны для обучения проведут высокоскоростной интернет, о внедрении современных технологий в учебные заведения рассказал на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос о перспективах дистанционного обучения, президент сказал, что в 2021 году все школы России получат доступ к высокоскоростному интернету. Он уточнил, что это не означает перевод образовательной системы в онлайн-режим. Онлайн никогда не заменит прямого контакта с педагогом, заявил Владимир Путин. Российским спортсменам до 16 декабря 2022 года нельзя будет выступать под российским флагом из-за допинг-скандалов. Такое решение принял спортивный арбитраж в Лазанне. Санкции затронут чемпионаты мира, а также Олимпиады и Паралимпиады. При этом Санкт-Петербург сможет принять Евро 2020, финал Лиги чемпионов 21-22 и мировое первенство по хоккею 2023 года. А Казань – Суперкубок УЕФА-2023. Работники дошкольных учреждений Самарской области в декабре получат единовременную выплату. Ее размер составит 8 тысяч рублей. Решение принято правительством региона. Вопросы заработной платы работников системы образования обсудили на заседании профильного комитета Самарской губернской думы. Мы ждем постановления правительства Российской Федерации, но прежде всего Министерства просвещения Российской Федерации по утверждению единой тарифной сетки по педагогическим специальностям. Но пока ждем. Хочется это быстрее увидеть для того, чтобы были повышены вообще все базовые оклады по педагогическим работникам. Продолжение следует...